Прошло 9 месяцев с начала эксперимента, который стартовал 1 сентября 2022 года. Мы взяли 20 банок и поместили в каждую из них по 2 свежих помидора разного вида и размера. Далее в каждую банку мы положили одно из средств, которое потенциально может подавлять плесень и гнилостные бактерии. Наша цель – найти эффективное решение для длительного хранения скоропортившихся овощей в свежем виде. При этом мы не хотим использовать химию, консервацию и термическую обработку. Овощи необходимо сохранить именно в свежем виде, не используя холодильник или погреб и главное, чтобы они не портились не менее года. Итак, давайте посмотрим на содержимое 20 банок, что там изменилось спустя 9 месяцев. Лук репчатый. Напомню, что лук для эксперимента мы взяли со своего органического огорода. Это важно. Лук с магазина в другом эксперименте показал другой результат. Что мы видим? Спустя 9 месяцев помидоры выглядят свежими, следов плесени и гнили нет. Удивительно. Чеснок. Видно много плесени и жидкости на дне банки, так что чеснок не справился с этой задачей. Перец острый. Видно, что внутри помидора появилась плесень и это значит, что средство неэффективно. Далее, корень хрена очищенный. Отрицательный результат. Полно плесени и следов гниения. Томатов даже не видно. Крапива. Также не справилась с поставленной задачей. Далее, свеча, которая предварительно зажигалась и использовалась для поглощения кислорода из банки. Следов плесени нет, а вот следы работы гнилостных бактерий есть. Средство неэффективно. Железный гвоздь. Также был использован с целью удаления кислорода в банки. Видно, что плесени очень много и средство не работает. Имбирь сушеный молотый. Поясню сразу, я отказался от сырого, так как на нем изначально бывает плесень. Однако и сушеный имбирь не справился с задачей. Соль каменная. Отчетливо видно, что присутствуют и плесень, и жидкость на дне. То есть соль для этой задачи не подходит. Сода пищевая. Такая же ситуация, средство неэффективно. Спирт медицинский. Удивительно, спустя 9 месяцев помидоры остаются свежими и без повреждений. Вообще, во всех наших экспериментах, в вопросе контроля плесени и гнили, спирт показал отличные результаты. Важно заметить, что воздействие оказывает не сама жидкость, а именно пары спирта. Далее уксус столовый. Подобно спирту, результат отличный. Кстати, он более доступен и намного дешевле. Неплохая альтернатива. Уксус яблочный и натуральный. Также результат отличный. Это вообще супер решение. Чистое органическое средство, которое хорошо работает как консервант. Перекись водорода. Смотря на банку, мы видим крайне отрицательный результат. Горчичный порошок. А вот это интересное средство. С одной стороны, плесени нет, гнили нет, жидкости на дне банки нет, но с другой стороны, плоды немного сморщились. Поэтому будем наблюдать дальше. Гвоздика. Пряность. Несмотря на большие ожидания, средство оказалось неэффективным. Далее настойка прополиса спиртовая. Мы видим, что здесь все отлично, плоды целые, плесени и гнили нет. Скорее всего, это результат действия паров спирта, на котором настоен прополис. Лимонная кислота. Результат отрицательный. Куркума молотая. Наихудший результат из всех. Пряность не подавляет, а наоборот, стимулирует рост плесени. И, наконец, тестовая 20-я банка с названием «Чистый». Здесь только помидоры и ничего больше. Мы видим наличие плесени и признаки гниения, что вполне логично. Но что сказать. Лук, спирт и уксус явно показали хорошие результаты, и творческие люди найдут всему этому рациональное применение. А мы продолжаем наблюдение. Если есть вопросы, замечания или предложения, оставляйте комментарии, я отвечу.